Это я в Дубае, я сейчас отдыхаю, и меня вообще, короче, это всё не парит. Короче, у меня вопрос. Я иногда такой стою, вот прибегаю на вот эту большую тумбу в центре, да? Там так светят сверху, и что-то эти прожекторы яркие. И я не понимаю, у меня светит прожектор или судья? Я поднимаю голову, а там ныло. Добрый денёчек, мой счастливый зритель. Сегодня мы находимся на чемпионате России по страйкболу в формате 4 на 4. Вы узнаете, что же такое спортивный страйкбол, чем он отличается от спецофта, в каком формате это всё проводится и, собственно, на каких условиях. Это база. Это база. База. Её начинают игроки. Они поворачиваются спиной к полю. Стандартные укрытия были 152 сантиметра на 152 сантиметра, то есть полтора метра. Поэтому ты разворачивался спиной, стоял в полусогнутом состоянии и не наблюдал площадку. Потому что сейчас есть прекрасные тумбы двухметровые. Я это называю. Это калининградская разработка. Это называется респаун. Соответственно, прибежал на базу мёртвым, перезарядился, нажал на кнопочку. Или лучше нажал на кнопочку, перезарядился. Там от моментиков зависит. Лучше сразу нажать, попозже нажать. Мне за эту разработку такую премию дадут. А о чём вот ты думаешь? То есть вот ты стоишь, значит, и вот какие мысли в голову посещают? Чей флаг? Соответственно, с базы происходит разбежка. И что мы видим? Опа! Первые тумбы. Первые тумбы. Они высокие, двухметровые. И что это? Это не кубы. Это холодильники. А чё там вообще сосиски, не сосиски? Чё там? Это не кусок мяса. Это настоящий, квалифицированный, спортивный, страйкбольный судья. Они получают кошки. Вот это спич пошёл просто, я не вывожу. Самая центральная, интересная точка, которая должна притягивать внимание всех игроков на поле. Колокол. Он жарынга. И тут вот это, понял песни? Золотые купола, душу мою радуют. Я подумал о других колокола. Ну да ладно. Смотри. Есть стартовая минута. Так. Если никто за эту минуту не дотронулся, не произвёл касание, всё, это ничья, никакой обратки. Всё, следующий раунд, поехали дальше. Если есть удачный вы человек, и он произвёл касание, и товарищ судья это отметил флажком, да, и это должно быть акцентированное касание. Акцентированное, акцентированное. Запомните, ребята. Товарищ судья показал флажком. Вы молодцы, держите минуту, вы победили. Ну то есть главное держать удар, понял? Да. Рядом со мной сейчас самая пушистая команда. То есть вы самые топовые южные выдры. Ну по югу. Стремимся как бы, да, по югу. А у вас в домашних... Так, сюда, да? Да. Есть ли у вас домашняя площадка, да, и кто её курирует, так скажем? Площадку мы делали сами. Мы сами по лечению. Мы владелись одной из площадей. Да. Предоставил саму площадку непосредственно. И мы построили укрытие, построили все баннеры, построили зрители всякие экраны, всё. Ну и там проводили наши первые, как раз таки, соревнования по Ростовской области. Есть ли среди вас разрядники? И как вы вообще относитесь к разрядам виду спорта? Нужны они, не нужны? Или это так, бумажка чисто на полочку положить? Ну скидочку там в троллейбусе получить на ЖКХ, правильно я понимаю? Давайте ребятам, просто страйкболистам, я имею в виду лесным или секюбишникам, приятно сказать, вот есть разряды, допустим, уже выдаются. Что мы официально выходим, не просто, да, как там хобби, а на серьёзном уровне, на официальном, на уровне присвоения чего-либо. Блин, парни, очень здорово. Желаю вам успехов в дальнейших и процветания. Парни, у меня вопрос, а как это так получается, что вас и тут, и там показывают? Краснодар, он в принципе везде, он в каждом сердце человека. Я хочу отметить, что у вас великолепная фан-база, ваши жёны, сёстры, девушки просто взрывают комментарии на трансляции. Уже с 2014 года играют. Да, в целом страйкболисты мы довольно старые, но в страйкболе, именно спортивном, не столь давно. У нас в Краснодаре нет прям профессиональной такой площадки, где мы могли потренировать именно спортивный спецов, спортивный страйкбол, поэтому навыки, которые мы могли сейчас показать, да, мы, наверное, тренировали на заброшках. Серьёзно? Ну, серьёзно, выходы из леса, так сказать. Ну, а вообще федерация как-то помогает, развивается? В этот раз, да, мы благодарны федерации, потому что они оплатили нам дорогу, оплатили нам проживание, да, наверное, большая часть того состава, который приехал, от двух составов, наверное, бы не смогла себе позволить по финансам, поэтому в этом мы благодарны, то, что она нам дала такую возможность выступить за наш регион на этом великолепном турнире. Спасибо вам большое. Можете передать привет вашим болельщикам. Мам, привет, семья. Тоже очень благодарны. Очень здорово. Начальник. Посмотрите, вы уже на минуту сорвали. Спасибо. Товарищи, у нас определились четыре финалиста. Сборная Калининграда, две сборные Москвы и сборная Питера. Пожелаем ребятам удачи и посмотрим, кто же станет сегодня чемпионом. Скажите, пожалуйста, какой у вас опыт судейства? Лет семь. Есть ли у вас какая-то судейская категория? Вторая. Это высшая категория на данный момент в России? Нет, конечно. Есть первая, есть всесоюзная. А получить данные категории можно только путем опыта, да. Денья турниров, да? Да, да, судя, когда ты судишь турниры. Я заметил, что у каждого судьи в арсенале есть фонарь. Да, конечно, потому что я, ну вот он фонарик, да, это вообще тактический фонарик. Ну вот он яркий. Это делается для дублирования команды поражен, да. То есть когда я вижу, что попадание, спортсмен может быть, надо и на линии, может попасть куда-то, где он не почувствовал. Голосом подаю ему команду поражен и дублирую это светом, чтобы... А вы называете номер или просто кричите поражен? Ну, я обычно, я же обычно наблюдаю за тем, кто около меня. И когда я это говорю, он около меня, он понимает, что это ему. Расскажите, пожалуйста, вот топ-5 самых главных правил, которые нужно соблюдать на поле игрокам. Не материться, сознаваться, не сдвигать укрытие, не использовать сомалийскую стрельбу. Так. И... И, наверное, уважать соперника. Самое главное. Это самое главное, конечно. Расскажите, пожалуйста, еще, какое самое строгое наказание может быть в спортивном страйкболе? Ну, предупреждения, предупреждения, они же суммируются. Так. И три предупреждения спортсмену, это удаление с турнира с правом замены. А если у команды... То есть человек удаляется до конца турнира? Вообще, да. Чтобы команда не играла в меньшинстве, другой человек... Нет, если у нее есть запасной заявленный, то есть там же подаются списки, да, и если в этом списке есть запасной спортсмен, он может выйти вместо удаленного. Если его нету, команда работает втроем. А что будет с игроком, если он продолжит играть в пораженном состоянии? Предупреждение. Предупреждение, да? Это не сознанка. А если в человека попали, и он побежал, я раскрасываю всю команду противников. Есть какое-то жесткое предупреждение? Нет, жесткого предупреждения нет, но это основание для протеста и, в общем, основание для переигровки. И вот касательно переигровок, можете рассказать, что это такое и в каких случаях она применяется? Когда либо техническая ошибка, техническая накладка, ошибка судей, судей тоже люди, они бывают ошибаются. Когда эта ошибка оказывает решающее влияние, именно подчеркиваю, да, решающее влияние на исход раунда, по итогам видеоотсмотра может быть принято решение о переигровке. Может быть не принято. Это на усмотрение главного судьи. Я правильно понимаю, что апелляцию может подать каждый игрок и каждая команда? Капитан команды и сразу же по окончанию раунда до начала следующего. Если, к примеру, я подал апелляцию, но исход пойдет не в мою сторону, что тогда? Получите предупреждение. То есть вся команда получается? Нет. Или капитан? Капитан. Интересно, то есть как бы капитан тоже, по сути, рискует своей репутацией в момент того. Своим выхождением на турнир, он должен понимать. То есть если к нему приходит его сокоманник, говорит, все, вот зуб дают, точно, было вот это. Он верит своему бойцу, да, он идет, подает апелляцию, но он понимает, что он рискует предупреждение. Потому что там, от смазки, мы перед решением принимаем сунду, сунду и коленей. Вот. Да, попадает немного в грудь. Да. Вот он. Ну, мы не претензий к пшаю или к ним не имеем. Нет, нет, нет. У них техническая вещь, да. Нет, первый раунд ничью, это второй раунд. А первый был в ничью. Я так понимаю, что в финалах много апелляций. Это связано... Это начинается перетягивание, да, это есть такой момент. Это связано с тем, что как бы все уже борются как бы за корову, и поэтому при каждом моменте пытаются, да, что-то себе... Да, и поднимается градусом. Ну что, товарищи, мы пришли в самое логово, где... Нет. Логово, это правильно. Ребята, мы пришли в логово, где происходят самые горячие события турнира, а именно просмотр видеоповторов и решения судьб команд. Ты либо выигрываешь апелляцию, в противоположной команде дается штраф, либо проигрываешь, и штраф накладывается на тебя. А что это такое, как это работает, нам сейчас расскажет судья по видеоповторам. Это техническая функция обеспечения честности и борьба с сознанкой технической или умышленной. Поэтому здесь в основном технические средства, и основной является видеоповтор. То есть у всех спортсменов либо есть свои камеры, либо они могут у нас здесь на соревнованиях получить камеры бесплатно, их использовать. Вот я сейчас покажу, как они выглядят. Это камеры высокоскоростные. Здесь используется режим записи 1080, вполне достаточно. 4К, это хорошо для картинки, а 1080 очень качественно, все нормально показывает шарик. Но при этом скорость шарика, в смысле кадров, 120 кадров в секунду. Каждая камера настраивается непосредственно под условия освещения и под условия цветности, контрастности этих укрытий. Это довольно важно, чтобы шар был очень хорошо виден. Поскольку камеры крепятся под или над приводом, они соусны с выстрелом. И в них очень хорошо видно, как летят шары. И когда они пролетают и попадают куда-то, видно рикошет. Мы для этого используем в основном трассерные шары. И это довольно эффективное и, главное, признанное Министерством спорта, признанный способ фиксации. Очень интересное решение. Расскажите, пожалуйста, что это за кейс и что за фонарики? Для чего они вообще нужны? Это кейс, в котором мы храним фонарики. Фонарики у нас достаточно мощные. Они существуют для подсветки. Если страйкболист, спортсмен не почувствовал или технически не успел почувствовать попадание в него. Это экономит время, это экономит нервы. И, кроме всего прочего, это не в той суматохе, которая, я имею в виду звуковой суматохе, которая в этом случае происходит. Это очень эффективное средство вывода игрока. Спасибо вам большое за краткий экскурс, как проходит судейство и все эти моменты. До скорых встреч. Хорошо. По вашему мнению, что лучше, спецофт или спортивный страйкбол? О, это разные вещи. Абсолютно разные вещи. Если брать спортивные направления, то здесь официоз. Здесь какие-то такие вот все спорт-спорт, разряды, все остальное. Немножко такое все серьезное. А спецофт, в первую очередь, для меня это жесткий андеграунд, улица, какие-то соревнования, там, Таиланд, что-то еще именно по спецофту. Это немножко такое гаражное общество. Это такие вот парковки, да, у кого-то есть крутые залы и все остальное. Но это все равно такое вот немножко драйвово-уличное такое вот для меня лично. Я не знаю, может, вы не разделяете мое мнение, но, как я скажу, согласны хозяину. Слово хозяина – закон. Так и будет. Ну, в оба направления играть интересно, потому что лишь бы играть, а не дома сидеть, как говорится. У нас есть от Ростехарены, бывший стадион Калининград, который по чемпионату мира был построен. У нас есть там своя площадка, нам выделила Ростехарена ее. Мы там тренируемся, и Федерация нам помогает, увеличивая часы тренировок, каких-то вещей, готовит студентов. И мы там растем вместе с Федерацией. И в спецофт тоже, ну, и в спорт. Ну, здесь симбиоз. Как бы не было бы нас, не было бы их, не было бы их, не было бы нас. Вот был чемпионат, малыши сегодня в этом году играли. И какие-то тоже места занимали, и вот между собой кинченским пионатом. Между командами Ростов-Голубой Севахару. И это все бесплатно. Вот как ты говоришь, что дайте нам денег, мы – нет. Есть люди из пейнтбола, которые почему-то пейнтбол в этом году не… Ну, и да, вот Ян у нас оттуда, и еще там ребята есть, которым, видимо, надоело сидеть. Кто-то просто для хобби ходит. Ты попал в дурную компанию, друг. Нет. Пойдем обратно. Нет, нет, нет. Нет, нет, там у вас дело, у вас там все загинается. Понимаешь, какой плюс? Пейнтболик грязно. Согласен. Вот это вот на руках, а здесь участник. А мы слишком красивые. Товарищи, очень здорово, что Федерация вас поддерживает, помогает развиваться данному виду спорта. Но, как всем известно, без инициаторов ничего не будет, и здорово, что вы развиваетесь, команда растет. Поэтому хочу пожелать вам успехов и удачи сегодня в финале. Спасибо. Калиград, мы тебя любим. Здравствуйте. Что такое? Есть вопрос. О. Только здесь и сейчас. Подскажите, пожалуйста, как часто к вам обращаются спортсмены за помощью? И вообще, страйкбол травмоопасный вид спорта? Или все-таки, если соблюдать технику безопасности, все будет хорошо? Ну, я думаю, если соблюдать технику безопасности, то все будет хорошо. А так, вообще, как любой вид спорта, это травмоопасный вид спорта. Ну, вот какая самая распространенная проблема, которая возникает у спортсменов? Ну, попадением шариком в открытой части тела. Или травматизм, ну, кожных покровов, в принципе. Ну, и как? Просто нужно плюнуть и подорожник приложить, или есть какое-то более действенное средство? Обработать, если нет шарика, просто обработать. И закрыть рано. То есть плевать не обязательно? Нет. Все, понял, спасибо вам большое. Да нет. Хорошего дня. Копаться хочешь? Да, чуть-чуть. Ходят слухи, что... А ты прям вот настолько-то копаться? Да, в спортивном страйкболе есть паранормальная команда, вот, с паранормальными явлениями. Не слышали о таких? Нет. Нет, да? Нет. То есть призраки, призраки это не про вас. Нет. Ну что, расходимся? Постольку, поскольку сил. Приходишь на тренировку, отдаешься по полной. Приходишь на турнир, отдаешься по полной. Как ты считаешь, молодой кровью не нужно вам восполнить свои ряды? Или фишка в том, что вы, наоборот, лдовый коллектив? Мы стараемся, мы прям стараемся, но пока практика показывает, что у страйкбола игра мозгов. А у молодых ветер в голове, поэтому не ваша история чуть-чуть. Ну, просто как бы, ну что, как бы физуха, короче, не выигрывает. Серьезно? Вообще не выигрывает? Ну, у нас нормальная физуха, но есть команды, в которых физуха лучше. У нас практика показывает, что, во-первых, остаются только фанатики. Ну, просто, да, мы спрашиваем на тренировках, да, мы, типа, вжестим у себя внутри. Ну, в смысле, мы не даем спуску, мы не даем, там, как-то филонить, мы не даем иногда посещать, иногда не посещать. Ну, то есть, как бы, пришел, тренируйся, фигач. Да, те, кто остаются, они довольно быстро занимают призовые места везде, куда суются. Но основная часть, мы очень сильно стараемся набрать, прям очень сильно. Ну, то есть, прийти может любой? Мы всегда открыты, да. Чувак, приходи, пробная тренировка, какой бы тебе ни был опыт. Мы делим составы так, чтобы им было весело, даем им всю снарягу, все, вот прям вкидывайся, типа, не хочу. И, ну, во-первых, довольно много ребят, типа, сходу говорят, да, прикольно, но пытаются уйти куда-то в более простые команды, потому что, ну, грубо говоря, там, через три поинта, как у вас это называется, они там уже, и прям, им кажется, что не вывезут. У нас есть ребята, там, по 100 плюс килограмм они вывозят, но, как бы, это недостаточный показатель, оказывается. Ну, мы обычно просто считаем, что у нас, видимо, просто самый правильный подход к тренировкам, в смысле, самая правильная программа. Немного каверзный вопрос, какую команду ты бы выделил вот после вас, то есть вот есть вы, да, и которая вам наступает на пятки. Наш второй состав. Я думал, скорее всего, на меня, на последнюю рынку, потому что я бил колокол, и у меня летело вбок. Скорее всего, на эту. Я уходила два раза. Да, вижу, три магазина вилосу, короче. Да. А что осуждение негатив? Пацаны, а что тут, да, просто так, что ли, стою, я не пойму? Я для вас шутка. Вообще, пацаны, запомните тему. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. Поэтому вот выбирайте. А ты и тот одновременно. Да, вы либо молоды, либо опытны. Другого не дано. Язык фактов. Парни, в любом виде спорта самое главное, что это разминка и зарядка. Так пойдемте вам покажу, что же такое зарядка в спортивном страйкболе. Расскажите, пожалуйста, как происходит вообще процесс зарядки. Приходит команда, которая должна выходить на раунд. Либо с помощниками приходят, которым набивают лоудеры, по 30 шаров, и они каждый магазин по отдельности заряжают. Либо 90 шаров лоудер, по 3 магазина. То есть, как бы, 3 магазина пустых, 90 шаров лоудеры, и забивают по 30 шаров, то есть, с отбивкой. 30 зарядил, 30 зарядил, 30 зарядил. Все это под контролем происходит. То есть, ни шарика больше, ни шарика меньше? Нет, что вы, как можно. Чем больше шаров в магазине, тем больше вероятности выиграть у противника, не перезаряжаясь. А если глаза красивые? Не волнуйтесь, тем больше, что тут девочек нет, тут мальчики в основном. Так что на меня красивые глаза мальчиков не влияют. Каждый шарик на вес золота. Ведь на один раунд можно использовать 6 магазинов по 30 шаров. Рисай сам. Вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Давай, мужики, мужики, давай. Эй. Такое ощущение, что я их отвлек. Там у Вики просто перепонки такие. Не надо. Ну ты чё, чё, чё? Ну ничего не происходит. Йо-йо-йо, братишки. На связи самая пузатая, самая стилёвая команда по спортивному страйкболу «Скват». Мы делили апельсин много нас, а он один. Команда «Скват» – одна из самых организованных, доброжелательных и опытных команд. Одна из самых первых команд. Сколько существует, честно не скажу. Я, я не скажу. Я здесь весной буду как 4 года. Вот как 4. 4 года. Я вообще не местный, да и без прописки. Мы его тоже не знаем, если что, как бы в первый раз видел. Одни из самых главных людей, которые есть в этой команде, да, вот они, два организатора. Нас было трое. Знаю, кто заказчик, знаю, кто организатор. Так, продолжайте. Ещё раз, мы его не знаем. У нас собралась отборочная в Москве. Мы прошли отборы, поехали на чемпионат России в Калининград. Это бабушка Бэтмэн. На самом деле, да, отобрались на Москве, поехали в Калининград провести первый чемпионат России в дисциплине 2 на 2. Соответственно, в команде я увидел таланта. Он делал очень много, на самом деле, в игре. Не он. Таланты, таланты. Это наш год. Всем привет, меня зовут Тимур, я из команды «Ноумерся». Затесался к ребятам, к нашим соседям. На меня просто фиолетовый вообще никак не клеится. Мы как пробовали, не пробовали, я всё равно остаюсь зелёным. И поэтому пока играем так, пока что. Ну а там дальше решим, что как пойдёт. Слушай, на самом деле, ты на ящера похож, тебе это говорили? Нет, пока не говорили. Не говорили? Камень я не дам. Нет. Пошли, а он вообще агрессивный? Он может поздравить. Внимание. Ты ронен, ты! Это наша земля! Ну, у тебя сокомандники ходят с дырявыми коленями. Потому что так стильно, у нас так принято. То есть, если ты дырявый, то это в склад? Да. Дай зелёную форму померить. Для меня дошла конфиденциальная информация, что вы самая токсичная команда в спортивном страйкболе. Так ли это? Это немец сказал? Кто сказал? Это и команда сказал. Мы не будем типа пальцем, как пацаны, но это факт. Это факт? Да, это факт. К разной стороне, как не право оцени. Просто все завидуют, потому что молодые. И типа, ну, может есть какие-то, да. Ну, то есть, звание хайпажоров года, это типа незаслуженно, правильно? Однозначно. Ну, хайпажоры, маску крашу, что ли. А вас знает каждая собака. Чем это обусловлено? Типа, почему play better, play better, play better, play better, play better, play better? Название говорящее очень. Название просто очень говорящее. Токсичное. Токсичное. Скажи мне, какой ритуал для того, чтобы попасть в команду? Есть какое-то? Ну, написать мне. Это взнос первоначальный, без переплаты процентов. Карта к номеру телефона привязана? Конечно, привязана. К телефонам. Вообще нереально ошибиться. То есть, рассылка. Скоро QR-код будет на джерси, чтобы сразу можно. Чтобы сразу залетать, да? А как ты вообще с ними попал, братишка? Я смотрю, порядочный парень, спокойный, образованный. Как тебя вообще занесло в эту компанию? Это единственный параметр, по которому он пока не проходит, но мы работаем над этим, конечно, да. Скажи честно, тебя заставили? Нет, меня позвали. Вообще-то мы ноу-мерси, вот нас три игрока, а play better это так. Я правильно понимаю, что у play better нет своего состава, они просто собирают топовых чуваков у других команд? По объявлению, конечно. Мне взяли по объявлению. Кто больше денег занес, кто-то играет. То есть, короче, сами ничего не добились, да? Это все ноу-мерси, правильно? Так и было, да. Кто такие вообще эти мерси, типа топ-скваде мерси? Мы просто на Ежезду посмотрели и решили, что так же хотели. Но мерси, да? А ты как вообще, да? Я play better. В свитере, типа, ну, вроде тоже. Я тренеры не играю. А, типа играющие тренировки. Я амплуа динара новая, да. Переродился. Три года назад. Красный. Молодые дарования, как ты любишь говорить, из сквада решили, что, ну, их душат, животы, вот, сзади стоящих бэков. И они сказали... То есть, это было так, тумба, ты немец. И ты понял, что тебе надоело находиться. Мил, наш капитан. А, да, то есть, Милу надоело тесниться между тумбой и немцем, и он понял, что надо что-то свое. Молодость, так сказать, молодость, дерзость, все дела. Была команда такая, инвиктус. Легендарная. Легендарная, абсолютно. Кактус? Инвиктус, инвиктус. Ну, как духиевы. Такие же душные? Нет, такие же вонючие. Все понял? Это я капитаном. Москвада и другой молодой команды образовался плейбеттер. Потом к нему добавлялся динар, вот. И потихонечку, полигонечку, москвада и еще чувака забрали. Так, в целом, это половинка одной московской команды, половинка другой московской команды. Я правильно понимаю, что у вас в основном молодые пацаны, да? То есть, старперам нет, типа, за деньги нет. Друиду привет привет. Да, Друид. Друид — это наш духовный лидер, наше древо семейное, да. Это исключение, которое молодых натягивает только там. Это тот, который я из Друид? Ну да, по типу. Или Грут? По типу, по типу, по типу. Он только русский. Слушай, еще сказали, что выглядите как чушпаны, потому что одни в зеленых, другие в фиолетовых. Почему так? Я в зеленых. Все, все в фиолетовых. Это было вчера, это вчерашний день. Я переоделся. Мы его переодели. Я переоделся, все нормально. То есть, короче, все, что было вчера, нищета. Это уже другие времена, другие мы буквально. Все, понял. Пацаны, в общем, спасибо вам большое. Давайте. До скорой встречи. Приоткрываю ширму чемпионов России в 2023 формате 4х4. Погнали. Вот так вот выглядит победная раздевалка. Можно первое впечатление услышать после победы на чемпионате? Облегчение. Облегчение? Облегчение. Резко так, да? Хорошо, хорошо. Да, все закончилось. Огромное время было потрачено и силы, и поэтому сейчас просто хочется отдыхать. Дальше, не знаю, у нас межсезонье типа начинается. Как бы, условно, крупных турниров не будет в ближайшее время. Поэтому сейчас программа тренировочная и поехали. Во время межсезонья количество тренировок как-то уменьшается или все так же в штатном режиме? В штатном режиме. А есть ли в страйкболе такая история, как в спарринге? То есть вот мы тренируемся каждую неделю и раз в месяц собираемся на спарринге, да? То есть это уже игровые такие тренировки, где обкатываете свои техники. Да, конечно, есть обязательно. У нас состав позволяет между собой это дело проводить. Даже так? Да. Если не секрет, сколько человек в составе? 12 активных. Формат здоровский, примерно похожий на Калининград, на первый чемпионат 2 на 2. Что скажете по поводу новых команд, которые увидели впервые? Вообще удивлены сборами? Интересные ребята. Здорово, что они появляются. Многих я вообще не видел за три года ни разу, потому что они, видимо, в каких-то локальных турнирах участвуют. Даже на каких-то мы получали нормальных лещей вначале, потому что мы не ожидали от них то, что они будут делать. Потому что, когда ты играешь с примерно равным противником или привыкшим, ты делаешь определенные стратегии, а они делают что-то из ряда вон выходящее. То есть это были, грубо говоря, темные лошадки? Типа того, да. Молодцы ребята, рад, что пополняются команды. Я надеюсь, что они будут расти, и в следующем году встретимся опять. Ну что, перед тем, как завершить данный ролик, я хочу взять интервью у Мали. Мали, это единственная девочка на данном чемпионате и, к слову, чемпионка России. Мали, расскажи, пожалуйста, о себе. Как давно ты играешь в страйкбол? Почему ты решилась пойти в этот мужской вид спорта? Играю я в спортивные, по-моему. Прямо спортивные с 21-го года. Первый раз попробовала в 19-м. Чисто попала, чисто случайно. Но случайность не случайна, потому что девушки вообще в мужском виде спорта, это всегда чисто психологический момент. Я очень много играла в компьютерные игры. В Тарков, в Колду, в Батлу. Короче, я решила просто случайно попробовать страйкбол, попробовать, поскольку я люблю спорт, люблю двигаться. Что тебе больше нравится, спецофт или страйкбол? Ты знаешь, мне нравится больше, конечно, спецофт. Потому что это прикольно, это полный магазин, это движушно, это красиво. Ну, такая более уличная движуха? Ну, в смысле, оно прикольнее, оно зрелищнее, со стороны оно прикольно, ну, выглядит классно. Страйкбол, у странички тоже есть своя прелесть, еще у трюдки тоже есть своя прелесть. Потому что это чистый рандом, в любой момент может что угодно. В общем, не важно, во что играть, главное стрелять. У нас был вопрос про пушку, вот она. Внутри полярка, армитаковский баллон, сборка Берзин Кастомс, Берзин лучший. На каком языке она разговаривает? Меня спрашивают постоянно про стразы, все думают, что это какой-то китайский Китай, но на самом деле нет, это самые настоящие австрийские сваровские, вот. Такое тоже можно, не обязательно цветное и фрезерованное. Можешь себе позволить? Ну да, и вот у меня змейки, про которые Никита спрашивал, мои, вот они. Я, кстати, сама это делала. Блин, это круто. Вот, да. А отваливаются? Отстреливают иногда, но не отваливаются, нет. Мне кажется, это фанаты, специально стреляют и потом собирают. Ребята ходят по полигону, на самом деле, Маля, ты уронила. Делают ли тебе поблажки, как единственные девушки в команде? Где именно, на турнирах или? На турнирах, на тренировках, вообще как-то. Нет, не делают, и это абсолютно правильно, потому что, если ты девочка, и ты приходишь в мужской спорт, никакой речи о том, чтобы делать поблажки нет. Ты пришла, тут есть правила, выполняй, пожалуйста, эти правила. И я не люблю, когда выделяют, что типа мод, вот она девочка, она там лучшая, там, среди девочек. Я ориентируюсь на ребят, у меня как бы есть топы в команде, чемпион мира есть в команде, и я ориентируюсь на его игру, и поэтому это меня даже немножко иногда оскорбляет. Ну, не в плане, что мне прям обидно, но это такое, знаешь, а-ля обесценивая, такая пассивная агрессия, вот так вот, я это воспринимаю. Ну, как бы... Слушай, я хочу сказать, что ты крутышка, вот, еще раз поздравляю тебя со званием чемпиона России и дальнейших тебе успехов. Спасибо большое. Вот так вот мы заканчиваем этот выпуск, ставьте лайки, колокольчики, всем будем рады, всем пока!